В преддверии Дня государственного флага Российской Федерации активисты Ульяновского отделения Российского союза молодежи развернули 50-метровый триколор у подножия обелиска славы и исполнили государственный гимн. Здесь волонтеры, здесь студенты колледжей, здесь много студентов колледжей, много студентов вузов, выпускники здесь тоже, те, кто участвуют. Поэтому здесь сегодня такая сборная молодежная команда Ульяновской области, которые собрались в преддверии государственного флага России. Поэтому сейчас будем смотреть, что у ребят получится. В акции приняли участие 65 человек. Ленточки триколора также украсили одежду участников. Инициатором акции выступил Мирон Синяков. Активный член Российского союза молодежи. В прошлом году он стал вице-мистером студенчества России. Я очень рад, что мне помогла наша администрация это все быстро организовать. Мы за два дня собрались. Очень отзывчивые волонтеры. Все быстро поддержали эту акцию. 60 человек мы набрали за два дня. Потому что, ну, молодцы. Сплоченный у нас народ. Богданов Кирилл молодец, помог. Сергей Николаевич Терехин. Ну, все приняли участие. Ну, и, конечно, Вавилин быстро одобрился. Ну, все, все за этот праздник. Мы любим Россию, уважаем. Поэтому все, что связано с Россией, мы легко и быстро создаем. Среди участников были победители студенческих конкурсов, которые в октябре примут участие в финале Всероссийского конкурса красоты, творчества и интеллекта «Мистер и мисс студенчества». Он пройдет в Краснодаре. В начале 2022 года проходил конкурс «Мистер и мисс Уига 2022 года». Так он назывался. И я был участником его и по итогу выиграл самое главное звание «Мистер Уига 2022 года». Дальше попал на Всероссийский этап этого конкурса. И, получается, осенью 2022 года в Краснодаре будет Всероссийский этап, на котором я участвую. И я, в свою очередь, буду показывать свое мастерство, свои игры на скрипке и танцевать буду еще. На конкурс я прошла, потому что победила в своем университете «Мисс Угупу 2022». А мой номер... Я не хочу пока что говорить, потому что думаю, что можно будет смотреть конкуренты. Но я готова бороться за первое место. Очень сильно хочу привести корону в свой родной Ульяновск. Очень хочу, чтобы все гордились, в частности, мои родители. Напомним, День российского флага был официально учрежден в 1994 году. Ежегодно он отмечается 22 августа. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Юрий Конихин, Уллправда ТВ.